Шальная пуля, слушают все, атака в плавнях. Эти и другие чудом, сохранившиеся до наших дней картины, мастера батальных сцен Марка Домащенко, теперь можно рассмотреть на выставке в недавно открывшемся историко-культурном центре конно-спортивного комплекса «Звёздный» в деревне Шевёлкино. День открытия символично совпал с Днём Защитника Отечества. Я считаю, что вот этот музей, этот центр исторический станет Чудским озером, Редутом русским нашим, российским, станет Сталеградом. Поэтому, если мы, говорю, спасём хоть несколько душ, особенно те, которые колеблются, те, которые только начинают жить. Семья Марка Домащенко передала конному центру в дар его личные вещи и более ста полотен. Художник прошёл две войны, гражданскую и Великую Отечественную. Живописец обладал редким даром, умел тонко передавать атмосферу поля боя. Работы Домащенко соседствуют с большими полотнами Филиппа Москвитина, на которых изображены сцены жизни князя Александра Невского. Монументальные работы успели побывать на персональной выставке Москвитина в гостином дворе. Центр подвинутой картины, где он на коне, где он выступает из стен Старой Ладоги на битву со шведами. Здесь он стоит и разгромил шведов, получил имя Невский. Здесь он братается с сыном хана Сартаком. А вот современная история «Донецк непокорённый». Фотовыставку донецкого фотографа Игоря Иванова организовало землячество донбассовцев. На фотографиях мирная военная история Донецка. В витринах личные вещи добровольцев, участвовавших в военном конфликте. Серб Дион Берич в 2014-м командовал снайперской группой, охранявшей главу Донецкой республики. На выставку офицер привёз личную форму, грамоты и орден ДНР. Музей – это история. Вот мои дедушки меня учили. Они воевали вместе с Красной Армией, которая освобождала нашу землю. Русские приехали помогать нам, когда была гражданская война. И русские приехали нам помогать с 99-го года, когда воевали против НАТО. Содержание выставки высоко оценили писательница Светлана Савицкая, представители Федерации конного спорта России, руководство «Звёздного городка», ветераны военной службы. Семикратный чемпион мира по боевым единоборствам Михаил Суриков служил в спецназе. О боевых операциях и спортивной карьере он теперь рассказывает молодёжи. Ничего в войне хорошего нет. И желаю всем мирного неба над головой. Нужно больше думать и всегда стараться, чтобы был в душе мир и на земле мир. Благотворительный фонд «Роспомощь», который организовал выставку, задался целью сконцентрировать в Шевёлкино всю историю русской кавалерии. Мы же сегодня символично этот центр открыли в День защитника Отечества, потому что Отечество – это то, что нам завещано дедами и отцами. Будете в Шевёлкино – загляните в музей ратной конницы. Здесь вы прикоснётесь к настоящей истории. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова